Друзья, всем привет! Меня зовут Дарина, и я напомню, что я нахожусь на острове Самуи в Таиланде. Недавно мы перелетели с Пхукета на Самуи, и сегодня мы на очень-очень красивом пляже, который напоминает прям, наверное, всем и каждому, кто был на Сейшелах, не был на Сейшелах, напоминает Сейшела в любом случае. Я его вам покажу, но хотела бы также сначала показать вам классный бит-клаб, который здесь расположен, и такой вот завтрак, очень, не знаю, как сказать, обильный, насыщенный, в общем, и яйца, и бобы, и сыр, ковбаса, кто ест булочки, соки, в общем, и даже фрукты есть. Вот это все стоит 340 бат с человеком. Ну, немножко кусочек пляжа вам покажу, чтобы вы примерно понимали атмосферу, с каким видом я кушаю. Вот, посмотрите на эту красоту. Вот, и сейчас пойду вам еще покажу бит-клаб и сам пляж более подробно. Так, друзья, сейчас ушла в самую правую часть пляжа Кристал Бэй, и здесь просто Сейшелы на максималках, даже не на минималках. Ну, давайте перейдем на нормальную сценку. В общем, ребят, просто один в один, вообще ничем не отличаются. Смотрите, тут, конечно, против солнца не очень видно, но даже и скалы с такими морщинками разными формами, прям нависающие сверху надо мной. Единственное, конечно, вот этот вот мусор, это не как на Сейшелах. На Сейшелах я такого, честно сказать, не видела на пляжиках, и от этого чуть-чуть грустно, что все-таки тайцы не держат это, ну, свою природу, свои пляжи в какой-то чистоте. Понятно, что не тайцы в этом виноваты, виноваты туристы, но тем не менее. И, смотрите, вот здесь тоже такой огромный камень, валун, и здесь такие прям нагромождения, скал, но очень-очень красиво и прям очень по-сейшельски. Солнышко, конечно, сейчас подзашло, и вода не настолько кристально-бирюзовая-голубая, но вот, чтобы вы примерно представляли, как с этой точки выглядит пляж, вот такая здесь красота. Ходят тучки сегодня, поэтому пока немножко вышло солнышко. Посмотрите, какая красивая бирюзовая вода, прозрачная, спокойная. Но, конечно, народу здесь очень-очень много, много народу с детьми, потому что вода, опять же, очень спокойная, без волн, без ничего. Вот поэтому, если вы остановитесь в этом Вичклаве, то есть, по сути, вы что-то едите, то уже можете пользоваться лежаками, только не на самой первой линии. Вот поэтому такой вот лайфхак, чтобы там в толпе не сидеть, окружёнными кричащими детьми и кучей-кучей народу. Вот, можно вот так вот провести здесь классное время. Ну, ребят, сейчас разгар дня, и посмотрите просто на количество народу. Конечно, какое-то немыслимое, не знаю, немыслимое количество людей на квадратный метр. Поэтому, ещё раз повторюсь, что если вы всё-таки не очень любите такое, как и я, например, как и мы, то воспользуйтесь лайфхаком, покушайте что-нибудь в этом бич-баре и полежите на лежачках спокойно, без толп туристов. Вот, но я сейчас иду в ту часть пляжа, в самую левую, если мы смотрим на океан. Хочу вам поближе показать эту гряду камней и эту красоту. Ну, кстати, ребят, справедливости ради, надо сказать, что на этой части пляжа, ну, в левой, да, части пляжа, очень много людей на самом пляже, но немного людей купающихся, поэтому, в принципе, здесь даже не страшно опускать лицо в воду. Это к намёку на то, что многие, наверное, справляют на жду где-то в водичке. Ну, собственно, смотрите, я уже максимально близко подошла с камерой, не хочу окунаться. Подошла к этим красивым камням, к левой стороне пляжа. Блин, ну, я не знаю, если это не Сейшелы, то не знаю, как ещё это назвать. Понятно, конечно же, каждое место уникально по-своему, и вот как раз же фишка Сейшелы, вот подобные пляжи с нагромождением камней, которые стоят друг на друге порой, и иногда даже непонятно, как они держатся, нависают над каким-нибудь, не знаю, бухтой или где-то прямо высоко на скале, то здесь, в принципе, очень-очень похоже. Вот это вот место особенно. И там, смотрите, есть маленький такой кусочек песочка. Наверное, когда будет прилив, там совсем будет мало пляжа, но вот на текущий момент вижу, что даже там люди расположились. Вот поэтому, если хотите свой маленький приватный пляж, приходите сюда в Атлиф и идите вот на тот кусочек. Такой лайфхак. Ну, в общем, такой вот пляж Кристалл Бэй. Будете на Самуи, а обязательно сюда заезжайте, даже если вы приехали как пакетные туристы, а не своим ходом. Ребята, еще что важно сказать, что здесь классный снорк. Очень много вижу народу купающихся с масками и с трубками. Я, к сожалению, сегодня свою масочку не взяла. Но вот там, в той части вдоль берега, много кто купается с масками, потому что есть камешки, а в камешках очень часто плавают рыбки. И даже на самом деле без маски я здесь заходила в воду. Прямо такие косички рыбок, таких тоненьких дудочки, или не знаю, как они называются, проплывали. Вот, поэтому берите маску, если вы любите снорк. Здесь вам будет как такое развлечение. Ну, а это, ребята, цвиттория самого бич-клуба, который также является и отелем для некоторых. Вот видите, там домики стоят наверху. Здесь живут люди, но и одновременно он является бич-клубом, где может остановиться любой, кто кушает в ресторане. Вот рестораны-стенечки, там тоже навесы. И, в общем-то, можете на лежаках тоже кушать. Вот такие столики вам сюда принесут все, что вы закажете. Вот, и то, что я говорила, вот с самой первой линии, это вот буквально раз, два, три, четыре, пять домиков таких под крышей. Они только для гостей отеля, но, скажу я вам, некоторые наши соотечественники все равно ложатся туда, хотя они точно здесь не живут. Но, в общем, у кого насколько наглости хватает. И еще раз хочу показать вам панораму нибудь все отсюда на пляж. Какая красота. На ужин мы приехали в кафе Викаса. Вот тут флажочки висят. На самом деле это целый комплекс здесь. Йога-центр, ретрит. В общем, супер святое, светлое и приятное место. Меню в ресторане такое, направленное на веганов, но есть и лосось. И есть вот такой чудесный вид. Так что, ребят, если будете здесь на пляже в Кристалл Б, можете заскочить сюда покушать здоровой еды. Вот такая здесь терраса симпатичная. Очень-очень так все сделано аккуратненько. Все natural. В общем, сейчас будем кушать. Я взяла хумус и салатик с тунцом, с манго и с авокадо. Ой, что-то я лысое. Вот, такие дела. Сейчас будем вкусненько кушать. Так, уже принесли хумусик. Ой, ну обожаю, когда его приносят не просто с хлебом, а еще и с овощами. И салат. Ням. Такой чудесный салатик с тунцом, авокадо и манго. И, по-моему, это кокосовая стружка. Ням. Так, ребят, еще один пляж, который похож на пляж... Господи, забыл. Сильвер, да, по-моему. В общем, еще один пляж, который похож на пляж Сейшел. Вот, что я хотела сказать. Здесь, на Самуе, находятся прямо рядом с тем пляжем, который я вам только что показывала. Блин, все, у меня вылетает из головы все названия. В общем, это пляж Коралл Коуф. Смотрите, здесь слева очень-очень тоже напоминают мне прям такие Сейшелы. Ну, я бы не сказала, что один в один, но очень-очень похожи все-таки. Вот эти скалы. Их такое тоже нагромождение. Вот там вот, видите, такая одна торчит. И теплое морюшко. На самом деле, я бы не сказала, что мне нравится прям этот пляж. Вот там справа тоже скалы, сейчас поближе подойдем. Почему не нравится? Ну, нет, в принципе, он хороший, ребят. Ну, вот здесь вот песок такой, немножко как, я не знаю, ля на финском заливе, знаете, такие какие-то где-то камни. Такая как, очень осеньякая галька, что ли. Ну, в общем, не самый с точки зрения эстетики красивый тот. Но зато здесь не очень много народу. Есть кафешка, где можно заказать какие-нибудь напитки или даже покушать. Вот так что, в целом, здесь можно классно провести денек или половину дня. Вот. И, конечно же, сделать классных фоток на фоне вот этой вот красоты. Здесь там далеке, не знаю, видно сглупро или нет. Вот, ребята лежат, перелезли там вот через камешки и на своем маленьком пляже. Пойду еще сейчас вам один кусочек здесь пляжа покажу. У меня там находится в самой-самой правой части. Гляньте, за вот этими скалами я зашла за них. Есть здесь такой узенький маленький пляжик. Здесь, кстати, с утра я приходила, лежал человечек, мужчина мужского рода, полностью обнаженный, передом кверху. Вот поэтому, видимо, здесь любят иногда нудисты позагорать. И также здесь находится отель и такой небольшой, можно сказать, у них приватный пляж с лежаками и с таким вот красивым, чудесным видом. Не знаю, ребят, видно вам или нет, тут немножечко рыбки плавают. И посмотрите, какая красота. Если вы видите мусор в океане, пожалуйста, забирайте его. Я всегда делаю так, потому что вот эта вот красота. Вроде подпывают рыбки, вам должно быть их сейчас видно. Иначе вся эта красота будет постепенно умирать от того, что люди, простите, свиньи иногда бывают. Вот, и очень не хочется, чтобы рыбки страдали от того, что кто-то не может взять свой стаканчик и унести его в мусор. Друзья, привет! Напомню, что нахожусь на острове Самуи в Таиланде. И сегодня мы приехали на водопад. Наверное, один из самых здесь красивых и, как на английском любят говорить, spectacular. В общем, эффектных на острове это водопад на Муанг. Тут же, в принципе, от парковки буквально пройти 10-20-30 секунд, и мы уже подходим к самому водопаду непосредственно. Смотрите, как постарались ставиться, даже ступеньки сделали к самому водопаду. В общем, всё для туристов. Ну и вот он сам, конечно, отсюда вид не такой красивый. Сейчас надо будет ещё туда пройти, чтобы с фронтальной стороны, скажем, на него посмотреть. Вот, ну, примерно вот так вот это выглядит отсюда 100 ступенек. Так вот смотрится водопад с фронтальной стороны. Ну, по-моему, очень красиво. Конечно, это не мой любимый водопадик на Бали, но в целом очень-очень даже не красиво. Народу, конечно, здесь привычно. На том же Бали, ну, по крайней мере, в тот год, когда я бы столько не бывало, я не видела, чтобы было столько народу. Но, как вариант, прийти и просто полюбоваться этой красотой очень рада. Друзья, очень хочу порекомендовать вам место для встречи заката и параллельно ужина на самой. Это вот этот вот ресторан Круассовой. Собственно, на первом ряду, на первой линии, скажем, всего четыре стола. Вот там два и здесь два. И открывается с этих столов вид на чудесный закат. И здесь вот, когда отлив, водичка уходит, и прям много-много пространства на пляже освобождается. И видите, сколько там народу гуляет. И провожают солнышко. В общем, такое классное место рекомендационно. Ну и вот такой красоты мы дождались буквально за 20 минут. Так что, ребят, обязательно приезжайте, особенно если погода такая и тучки, и облачки, и солнышко. То, думаю, классный закат. Вы тоже посмотрите прямо с первого ряда. Ну что, друзья, на этом моменте буду заканчивать данный влог. Как всегда, благодарю каждого, кто поддерживает мой канал, мои видео своими пальчиками вверх. И, как всегда, увидимся со всеми вами. Очень надеюсь, что со всеми вами во всех моих будущих влогах. Все, всех целую. Всем пока.